Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Я продолжаю свои прогулки по Москве. На 2-м Саромятничественном переулке, дом 11, находится вот эта усадьба. Она видна издалека. Красивое очень здание. Усадьба Долгоруких Шен. Когда-то в этом владении, на 2-м Саромятничественном переулке 11, стояла усадьба Великих Князей Долгоруковых. А по соседству проживали Волконские и Гагарины. Хотя район больше был занят крупеческими особняками. За главным домом был разбит большой прекрасный сад. Проезжая дорога проходила вдали до особняка. А за радой поместья стояла церковь во имя Троицы Живоначальной в Саромятниках. Нынешнее такое пышное с пышным декором здание имеет в своей основе каменные палаты 18-го столетия, которые возвели предположительно по чертежам Дмитрия Васильевича Ухтомского. В 70-е годы того же века в палатах размещался частный пансион, организатором которого был профессор Шарден. Именно в нем в период с 1774 по 1776 годы учился Платон Петрович Бекетов, будущий историк и издатель. В конце столетия владение впервые было выкуплено представителями купечества, первым из которых стал Колесников, продавший его уже после 1812 года купцам Халутинниковым, братьям Ивану и Николаю. Преобразования бывших долгарутовских палат начались в 1879 году, когда при владельце Бертеле, представителе дворянства, была выстроена башня в три этажа, спроектировал которую Максим Карлович Депенер. В современные черты здание получило уже при романе Бордановича Шенни, который в 1894 году заказал проект и конструкции Борису Викторовичу Фрейденбергу и Владимиру Ивановичу Чадину. Архитекты решили задачу таким образом, что строение своим видом стало напоминать западноевропейский замок. Сам купец второй гильдии Шенни занимался поставками шерстяной пряжи, а в столице был известен своей благотворительностью. В частности, он был меценатом попечительства обедных, приписанного к бывшей Мещанской Слободе. Ну а в начале нового тысячелетия в доме номер 11 на втором современческом периоде разместились кабинеты частной медицинской клиники Авиценна. А перед нами еще одно интересное место в Москве. Это находится вот это вот граффити возле метро Новокузнецкое. Вот это граффити, оно сразу выходит, как будто прямо бросается в глаза с правой стороны. Невозможно просто было пройти мимо. Решила вам его запечатлеть. На этом граффити изображена снесенная церковь Пороскевы Пятницы, на месте которой сейчас стоит вестибюль станции метро Новокузнецкое. Возможно, именно фотография этого храма и послужила вдохновением. В общем, здесь, кстати, вот есть табличка, на которой написано, что это такое, какой это храм. Сейчас подойдем поближе и посмотрим, правильно ли мы поняли. Да, расстрелы Пятницы. Вот такой храм стоял раньше возле, на месте метро Новокузнецкое, который, к сожалению, был снесен. Ну и еще я вам в завершении своего видео покажу одну вещь. Вещь не вещь, но когда я была на винзаводе, я снимала выставки. И вот одна выставка у меня получилась не совсем хорошо снята, потому что, вы видите, опять у меня тут все бликует. Но, тем не менее, если уж я взялась показывать выставки, которые сейчас там проходят, я вам все-таки покажу эту выставку тоже. Три или четыре выставки я вам выкладывала. Эту выставку я вам тоже все-таки покажу. Вы знаете, не хотела бы показывать почему. Потому что, во-первых, мне не нравилось. Я снимала полуподпольно, потому что очень бдительно стояла, смотрела на меня женщина, которая здесь представляет эту выставку. Это галерея Татибадзе. Я уже здесь снимала. Вот частная галерея. И вот здесь вот эти картины Александра Флоренского. Они темноваты. Еще такая подсветка непонятная, такое освещение, что я вот думала с ним выкладывать это или не выкладывать. Ну вот, вы видите картины Александра Флоренского. Они все проданы. Вот эти красненькие значки под картины означают, что картина продана. Очень популярностью, так понимаю, пользуется этот автор. Он снимает, рисует Москву. Но вы видите, вот на мой взгляд, картины темноватые. Я бы, наверное, дома не повесила бы вот такую картину. Это не потому, что у меня камера так плохо снимает. Вот в данном случае это действительно такие вот картины с серым небом. Какие-то вот, ну, как-то темновато. Вот он с ним рисует, ну, может быть, он, конечно, так видит Москву. Я не знаю. Здесь, да, очень часто бывает сера. Но вот как-то я не могу сказать, что мне понравилась эта выставка, в отличие от других, кстати, которые я здесь снимала и показывала. Вот. Но, тем не менее, эта выставка здесь проходит. Она будет проходить до, по-моему, до 6 октября. Вот. Ну, вот видите, только она начала проходить, и уже все работы проданы. Все картины проданы. Об этом нам сообщила, как я уже сказала, смотрительница этой выставки. И вот она стояла, смотрела. Как мы здесь, тут еще ребята ходили. Зашли посмотреть, молодые ребята. И вот она все стояла и стояла. Я не знаю, чего она тут сторожила. Ну, работа у нее такая. Ладно, все понятно. Но снимать при ней мне было некомфортно. Вот. Во втором зале тоже есть пару работ. Она рекомендовала нам смотреть на них издалека. Тогда в них вроде как объем какой-то там присутствует. Я не знаю, вот я и издалека, и вблизи, и так, и сяк. Я не впечатлилась. Ну, да простит меня художник. Каждый имеет право выразить свое мнение. Вот. Но, тем не менее, все-таки я решила этот отрывок в свое видео вставить. Если уже это снято, пусть это будет, пусть это останется в видео. Но не отдельным видео, потому что, как бы, зачем отдельно? А вот, как бы, кусочек моего сегодняшнего видео. Ну, собственно, это все, что я хотела вам сегодня показать, рассказать. На этом все. Я заканчиваю сегодняшнюю прогулку. И всех вас, как всегда, благодарю за просмотр моего видео. И, как всегда, всем желаю всего самого-самого хорошего и, самое главное, здоровья. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем добра, здоровья и благополучия. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»